так ну в принципе что у нас с вами сегодня сегодня у нас с вами так в принципе как и обещала это подключение poster sql создание базы на poster sql потом подключение сайта создание модели загрузка изображений отображение и все-все-все вот это вот все самое мы с вами сегодня разбираем сказано сделано да так сказать первое что вам сейчас надо сделать это сейчас я вспомню ссылки специально все готовила сейчас я это все теперь найду еще готовила ссылку называется так это не то что нам надо своими а пошла я вспомнил вот она надо островский про заходим качаем и устанавливаем как обыкновенную программу у всех у кого windows тут вроде у всех windows поэтому просто заходим на сайт устанавливаем как самую обыкновенную программу али далее далее и потом у вас будет создание пользователя и пароли пользователя там просто чего угодно у меня админ админ например создана это первое действие которую над совершить установили плюсик поставили ребятки всем здравствуйте тут он спрашивает провести оптимизацию параметров и использовали параметр по умолчанию что выбирать да по умолчанию все там ставьте да все дали 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 ничего такого нет 2 пока ставите можно я повозюкаюсь пока с патч армом если вы не против пока делаете на меня внимание не обращайте крючки потом поставьте а хочу повозюкаться а админ 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 поставила и все проще подключать потом как-то на отец все ждем там пока ничего открывать не надо установилась и все хорошо просто папочка тоже на том сбоку появится да и все сделали да значит теперь у вас вы можете попробовать смотрите у вас сбоку появляется папочка до пост русские или посмотрите старт сервер запустите он вам должен отдать сказать что а сервер запущен по идее если нет то сервер запустится по умолчанию по умолчанию он как бы там запущены уже и у и у у у у у у у Запущен? Работает? Должен, по идее... Да. Значит, после этого можно в команду... В командной строке вбить крит тейпл и тревел это название базы. У вас может быть название базы, быть любой. Это просто создается база. Дальше. В командной строке куда-то заходить нужно в какую-то директорию? Пока нет, просто открыли, просто создали. То есть, вбиваю что? Крит тейпл? Крит тейпл, да. Тревел это любое название баз данных, можете поставить любую свою. Вообще без разницы, как это будет. Не должно быть такой ошибки, если сервер запущен. Дальше. Давай смотреть. А, скажите, пожалуйста, а вы когда устанавливали программу... Наверное, моё это, что я не сказала. Переменные среды вы установили? Там галочка была переменные среды. Понятно, тогда. Возможно, отвалились одни. А где они здесь устанавливаются? Я сейчас надо вспоминать. Так, HR, темп, темп нет, а фто нет. В принципе, их даже здесь и нету так-то. Я точно не уверен, за это ошибка или нет. Здесь я не вижу, чтобы он ставил. Так, что они есть-то все. Дальше сейчас посмотрю. Ну, стоящего, да. Разв nostalgia. Спасибо. 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 Угу. Посмотрите, у вас, в общем, должно быть, что диск C, программ файлс, вот, да, есть папка PosterSQL, вот, открываете, 15, открываете, BIN, и в BIN находите крит.дб. Берете этот путь, целиковый путь берете, а вообще его можно установить в переменную среду, потом добавить в патч, но пока нам она нужна только один раз, поэтому просто крит.дб.с и пишите название базы, travel или travel, как там было написано-то. То есть надо найти полный путь до этого локального диска, обычно программ файлс, там будет папка PosterSQL, версия программы 15, заходите потом в папку BIN, и в BIN должна быть крит.дб.exe. Полностью мы этот путь прописываем вместе с программой, пробел, название базы. Все-таки, да, переменную среду, потом, когда у нас урок закончится, нужно всего один раз, потом можно ее добавить, да, в командной строке. Нет, там я написала сиди, нет, просто сиди, это открыть папку. Потому что у вас пробел программ файлс, почему, а, ну да, программ файлс. Там это как-то делается через этот, в смысле не появилось. Ребята, вам надо найти просто путь до вашей программы. Может, она у вас в другую папку установили, тогда надо зайти вбок, сюда, найти PosterSQL, нажать что-нибудь, не знаю, что можно здесь нажать, в принципе, без разницы, ладно, старт, дополнительно, перейти к расположению файла. И, ну, расположение файла тут другое будет, к сожалению. Ребята, я установила сегодня, никакой не было вообще неправильности. Проблем, ничего-либо еще, с первого раза, при всех установках, все сразу встало, все пошло. Все работает просто на ура. Уж не думала, что с этим будут проблемы какие-то. Так, так, так. Ну, тут, в принципе, нормально все. Юрий, у вас появился сбоку папка с установленной программой в пуске. У нас вообще в пуске есть? Ну, попробуйте, только переменные среды добавьте. Ну, значит, у вас есть и папка. Вы устанавливали на диск C или на диск D? Если у вас два диска. Ну, значит, по идее, путь, он один и тот же. Папка BIM должна быть. По идее, путь один и тот же. Через папку. Надо пошариться просто по этим и поискать ее. Виндовой. Дуарт, я работаю с простой виндовой системой. Из нее все запускается, все работает. Если у вас создался крит.дб в Shell, пускай будет с нее. Но, по идее, разницы никакой нет, с какой комодной строки ты работаешь. Попробуйте перейти по CD прямо в эту папку в BIM и из нее запустить крит.дб и экстревел. Перешел я в папку BIM, а потом, что, просто набрать нужно крит.дб и экстревел. Да. И slow travel, да? Да. Название базы. Я не знаю, как вы создавали пароли, что у вас она сейчас не идет пароля. Такого просто быть не может. Потому что надо было сначала удалить старое, а потом переустанавливать. А старое надо все файлы подчищать. Все. может создать порой тут же не Продолжение следует... 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 Просто на каждом угадали, будьте, смотрите, повнимательнее, посмотрите, чтобы стояли галочки с «Установить переменная среда». Он не может не спрашивать при повторной установке пароль, потому что это программа, которая устанавливается целиком и полностью. Она устанавливается целиком и полностью, значит, у нее все настройки для того, чтобы ее, она должна и быть. Ну, расшаривайтесь, удаляйте, будем вместе все это делать. Установить программу, просто программу. Я же не могу у себя все постоянно удалять и заново вам ставить. Эта программа, она просто элементарно устанавливается за секундочку. Просто внимательно надо смотреть на это. Да, те слайды, которые у вас есть. В папке 15 лежит файл. Попробуйте через него все удалить, блокнуть все и заново еще раз поставить. У остальных установилась, кроме Эдуарда, у всех все работает. Если ошибок нет, то все нормально. Вот команды можешь вот это проверить. Ну, все, создалось. Ошибок нету, все, значит, работает. Все работает. Проверить можно вот PSQL, U, админ и так далее. Ну, все, значит, работает, все хорошо. Все установилось. Проверить все установленные базы данных, которые есть. Админ вводите вместо него своего пользователя. Все, есть, нормально, все хорошо. Лидия, еще раз повторю, что надо проверить и поставить именно своего пользователя. Если у вас не проходит админ, значит, вы создавали своего пользователя. Админ – это мой пользователь, который выделали пользователя. Правильно, значит, все работает. Если созданное есть, вот он, travel, он работает, все норм. Все хорошо. Все окей. Далее. Я не знаю, почему мы на таком легком. Ладно, бывает. Переменность. Когда устанавливаете программу, которая влияет на вашу работу, где стоит галочка «Переменные среды», всегда ставьте «Переменные среды», абсолютно всегда. Чтобы вот так не мучиться, если вы что-то установили, вы еще дальше будете работать, да, еще у вас много опыта будет разного. Любая программа, когда вы ставите, там написано, добавить ли ее в переменную среду, всегда ставьте галочку. Я просто думаю, что после прошедшего переменных сред, когда мы устанавливаем Python, это уже все запомнили. Но на будущее не забывайте, чтобы такие же ошибки не возникали. Так. Далее надо настроить вашу базу данных, да, то есть вы ее все подключили, все работает, все хорошо. Лидия, дальше сейчас проверим. Если у вас опять слетел пароль, либо вы пароль неправильно ввели, на какую-то буковку еще что-то ошиблись, ну, либо что-то такое. Вот. Чтобы проверить, ой, что проверить, чтобы написать логин и пароль, мы переходим в database, и теперь вот просто, мы просто пишем, вместо того, что у нас было SQLite, мы пишем то, что мы подключаемся к постеру SQL. На имя, которое вы создавали, потому что вдруг мы разную букву написали. Я когда писала, ошиблась, написала travel. У вас, может быть, сейчас наоборот, travel написано. User ваш, пароль ваш, localhost остается, порт остается. Localhost и порт у всех должны быть одинаковые. Localhost это означает то, что вместе с базой данных мы поставили сервер внутренний для того, чтобы она работала, а порт это по какому порту работает, выделены, да, так сказать, связи, работает ваш сервер. Все. Это в сеттинг. Самый главный сеттинг. А что вы делали с помощью команды, которую мы выше писали? Travel это у вас, что вы писали? Это разве не имя базы данных? Крит.дб, даже название крит.дб команды создать db. db.travel. Несколько раз повторяю, что название может быть разное. Отлично, молодцы. После этого заходите в эту свою виртуальную среду. Виртуальную среду, в папку, в которой вы работаете и так далее. Заходим с вами туда. Подключаемся. В командной строке мы подключаемся с вами к виртуальной среде. Эдуард, как мы подключаемся к виртуальной среде? Что такое виртуальная среда на Django? В какой папке мы работаем? Воркан. Эти команды, которые вы уже должны не то что знать, вы их запомнить должны наизусть. Мы с ними работаем уже порядка в месяц точно. Виртуальная среда, что такое? Должны знать, как ответить. Что такое команда воркан? Как создать виртуальную среду? Как установить Django? Как в этом работать? После того, как зашли в виртуальную среду, в свою папку и так далее, устанавливайте три вот этих команды. Первая PIP установит для того, чтобы загрузить, подключиться к базе данным, будет бинар, который запустит. Вторая команда, это простая, проверить миграции. И третья, это сделать мигрирование базы. Но перед тем, чтобы это делать, удалите базу данных Lite, которая у вас создалась на прошлой паре. Если вы ее делали тогда миграцию, то удалите ее просто. Delete нажмите, и только после этого устанавливайте новую. Потому что мы сделали переподключение. Алифтин, это удалить db.sqlite3? Вот этот файл? Да. Его удалить из-под чарма или из винды? Из-под чарма? Как ты его из винды удалишь? Это вложенное в Django структуру? По умолчанию. Ну, все хорошо, все ок. Значит, базы подключили правильно, все работает, все отлично. Здесь у вас базы только сделать... Надо сделать только установку, только подключение. Потом все устанавливается. Так же и работает, так же, как мы работали со скейллайт. То есть пишешь модели, сами модели уже создают тебе базу данных. Тут больше ничего такого нет. В патчарме ничего не появилось, никакого файла. Это норм? Норм. Лидия, какие ошибки? Лидия, ошибки какие? Отгружается файлик, может. У остальных все работает? Лидия, а вы сделали установку вот этого вот модуля, который сверху идет? Вот этот вот модуль. Один его запустите. Он прям загрузился, он установился. Добавил с гимнадем, что этот модуль, Продолжение следует... Продолжение следует... Я когда устанавливаю, но когда с этим работаю, у меня ошибок таких не возникает, поэтому я не могу узнать, откуда могут быть эти ошибки сразу. Пришлите мне текстом, давайте посмотрим, сейчас поищем в интернатех. Спасибо большое, давайте посмотрим. У меня таких ошибок ни разу не было. Либо у вас поэтому проблемы. Одно мы оставили, другое отлетело. Сейчас будете работать, просто вы скейрил лайт. Так, а что тут правильно, как всегда, у нас русского языка нету, все только на английском, серьезно. Спасибо. Спасибо. Виртуал Лэнф не сможет найти... Вы загружаетесь с виртуалки, точно виртуалка есть? Да, с виртуалки устанавливаете, с виртуалки он его не видит. Вот я сейчас повешусь. Что тут? Где тут, что тут? Монет, так... Бинари, устанавливаем, пипенство по комбинари, устанавливаются в travel, по идее должен все видеть, он ее устанавливает. И дальше говорит, что модуль... Надя, магия какая-то. Угу. Так. А у вас какая версия устанавливается? Сейчас еще раз смотрю. А 2,9, да, уже? Еще выше команда, в принципе, это нормально. Попробуем. Ага. Так. Ага. Угу. Так, сейчас, может быть. А попробуйте у себя прописать в Engel вот такую команду. У кого сейчас не работает, а у кого заработало, ничего не надо делать. У кого проблема, кто-нибудь один, попробуйте закинуть вместо, которое мы написали, вот это прям целиковую команду полностью. Еще раз можно попробовать его установить через PIP Instant простой, без бинаров. Продолжение следует... Продолжение следует... Не помогу? Давайте просто попробуем через PIP Install. Через простой проверьте, работает? Через без бинара. Так. 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 Дальше. Вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У остальных все работает? Так... Еще что можно проверить? Пеплист еще можно сделать, в принципе, посмотреть... Продолжение следует... Имя модуля... Видит... Вон он он... Сайкорб 2... Бинары простой... То есть все установлено... А миграцию сделать все равно не может... Что-то... У меня задачки подкидываются... Такие прям классные... Для решения... Устанавливают... Устанавливают... И видят все... Почему-то... Продолжение следует... 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 и я уже тоже про это подумал что может быть ним где-то неправильно может быть так давайте еще раз пункт он во-первых верните пост русский как у меня было на стандартную команду роста не помогла это раз во вторых имя название ваша база данных это у меня кто евгений евгений по моему даже прислал название или нет не все тучу смоли эдуард а дмитрий присылал евгений тревел и правильно 3db 3 волнула написано как у меня тревог тревог а точно постгресс написан был как админ и паспорт админ эти значения точно правильная остальные то неправильно 5432 localhost стандарт и алифтина подскажите можно заменять имя проекта ну папками папки в которой проект существует или может в этом делал евгений на прошлом занятие проект создавали евгений когда нет тут не при устанавливают тут сейчас скажу в чем может быть либо в названии где-то может быть еще за то что если установлено он это и видит еще значит он не может установить скорее всего по здесь данным каким-то неправильным юзер это когда вы устанавливали постер с киэль у тебя дело в пароле да у у евгения дело где-то с юзер точно правильно это когда устанавливал саму базу данных когда вам тут кусочек кода был ты писал это вот точно так все до постгресс конечно страна за постгресс да вот он он постгресс travel постгресс да да в чем проблема то господи сейчас мы дать додумаемся ребят и число вы не под не сталкивалась этими ошибками совершенно чего не могут быть вообще все видит все установлено пиплист видит спасибо и и и и и и и и и давайте на перерыв сейчас я попробовать поискать ошибку еще дальше задерживать минут 10 и в принципе на связи будьте все сейчас папа поищу поищу в общем он беременка у вас он говорит что он вроде до установлен уже а начинает выполнять вас какая-то другая ошибка появилась при миграциях чем говорит error checking миграция а все он дано учить детектор точно какими на ошибки леди какие ошибки скорее всего связаны с паролем если вас пароль не подключился эта ошибка ни о чем не говорит какая другая должна быть еще а а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 И можно попробовать поменить порт. Но если он не видит пользователя, то ошибка может... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... может быть две ошибки пароль и порт больно пользователю порт не проходит а что делать и национально строить просто также не отпустишь все равно диплом писать вам все равно все делать все равно потом работают все равно эти ошибки могут встретиться на любом компьютере при неправильной установки python и так далее потом будете знать всегда как это отследить потому что сейчас тоже спросила у ребят которые занимаются пальцем они тоже сказали что эти ошибки не знаю поэтому можно сказать что вам повезло так сказать потому что даже в интернете очень мало информации по поводу всех этих ошибок поэтому считать что вы везучки нет интерес почему-то порой слетает вопрос телефона лази поэтому не скомпаюсь но еще чуть-чуть скомпо зайдут у международной зрения куда-нибудь сядет вообще так вот этот телефон пароль сброс пароля сделаем попробуем сделать сброс паролем забыли про учетную запись в опен сброс на дату необходимости по парам манипуляции находя папки дата да и выглядит следующем строчки так давай попробуем с тобой вместе 8 попытка не пытка какая разница куда-то на 3 так заходим на диск цель заходим в программ файл ищем пост русский или ищем 15 ищем дата в дата ищем получается пг хабаа конф вот его ищем открываем через любой редактор какой хочешь вообще без разницы и здесь зараза как много всего-то здесь где-то есть то вернее вот здесь вот тем до 5 что нет у него уже стану до до 5 до 5 а когда на менять сейчас так а 5 4 локал connection и раз чем-то против напишите и нам предполагают говорят что вот здесь вот везде над поменять на так api 4 и api 6 127 0 30 32 и а нулевого здесь нету значит просто вот эти меняю и один на сто двадцать восемь меняем на труст а чё а чё покажи надо проверку пароль отключить ему может быть и и сейчас еще поле посуду умирать способ хотя он вести по ходу одинаково но тут везде через поджи админ мы через него не можем зайти это система точно шестьдесят четвертой скажи мне пожалуйста что очень тяжело менять все эти настройки ты думаешь на тянутся счет четвертой системы или нет если вдруг у тебя старенький показаны 32 системе то у тебя может и не пойти изначально но просто это страсть он сейчас почти не встречается редкое явление и это то на что 4 должна быть нет ни в коем случае вообще ни в коем случае 32 48 48 48 49 50 54 52 54 55 52 55 55 58 54 денис у меня не старая комната нормально просто менять эти пароли с 4 и и и я не знаю, что с вами делать вообще. Ну, какой раз уже. Давайте попробуем, как он заходит. Получается, который файлик вам показал. Действительно, откройте его, найдите, где у вас написано IP4 и IP6, где хоу стал 127.0.0.1.32 и 1.128. Измените его значение на траст. Мы сейчас делаем полный сброс шифровки пароля. Траст. Делаем. Хуже не будет в любом случае, поэтому. Меняем на трасс. Труст. Вот этот вот здесь. Здесь. Хотя, может быть, здесь тоже надо. Сейчас еще раз гляну. А, да. А вот эти вот алла. Алла. Алла, структу, номер, 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 тоже. Так. Значит, везде можно матросу поставить. Нет, MD5. MD5 это шифровка пароля идет. Мы сейчас носим защиту всех этих паролей. Он в самом конце файлик. Вообще, в самом конце. И вообще, все MD5, которые есть, замени на трус. Абсолютно все. Сейчас что-то получится, посмотрим. Сброс. Ну, как бы сброс, как этот, сброс данных без шифровки, чтобы был. Чтобы был без шифровки. Хотя, мне кажется, там что-то. Посмотрим сейчас. Он как бы будет, ты не сможешь по нему зайти. Вот. Но он будет без проверки аутификаций. То есть, просто так это заставлять, конечно же, нельзя. Потому что это может последовать, в принципе, за собой. То, что взломает базу кто угодно. Легко и просто. Поэтому это такой метод, который просто делает удаление. Лидия, сделали? Ну, действительно, сейчас все порой идет. Так. Ну, так она и будет ошибками, чтобы все не доделали. После этого, после того, как мы с тобой снесли, поставили везде. И траст, да? Так, это мы с тобой сделали. Далее мы с тобой заходим. Куда? Давай мы с тобой попробуем зайти в пуск. Постер SQL. И сделаем с тобой рестарт сервер. Ну, пересгрузить сервер. Рестарт сервер. Престарт сервер. Вот откуда вот эту вот красоту. Так, сейчас через этот, наверное... Конструкций никаких нет вообще. Нормально. Пересгрузила. Попробую открыть SQL Shell. И попробую сделать вот такую вещь. админ, админ. А лучше не админ, наверное. Давай попробуем вот так. Тест. А лучше один, два, три, четыре. Там одежда будет. Зашла через этот Shell, который SQL у тебя. Он тебя должен пустить сейчас без пароля быть, по идее. Без пароля он тебя пускает. Пробуй там запустить вот эту команду. Alter user test password 1234. Добавить юзеру. Тест password 1234. Получалось или ошибку вуду? Ну, по идее, ты сейчас зашла без пароля, без всего. И по идее, ты должна была поменять его. Отлично. Возвращайся в тот файл, который ты редактировал на Trust. И измени все обратно на mb5. Обратно на mb5. Вот так он должен быть. md5, извиняюсь. И заново перезагружаешь в сервер. И пробуешь еще раз вызвать прошлую команду. Если он опять не заходит, то это уже... Странно очень будет. Получилось? Обратно возвращаем шифровку. Да. Только с тест. И пароль 1234. Попробуй. Больше другого сброса я не вижу здесь. Пароль неверный? Ну, речь и тогда у меня только одного. Дайте хотя бы минут 40. Поработаем хотя бы с изображением, хотя бы одну модель успеем сделать. Иначе, правда, уже все пары уходят. Конечно, неплохо, но... Все равно советую еще раз снести и еще раз все переустановить. И восстанавливайте все еще плюс с правами администратора. Это единственная причина, почему может быть ошибка. То есть он даже не сносит, то... Делайте все от прав. Прям все. Другого тут уже нету, потому что это единственное, куда-то заходишь, чтобы зайти, чтобы свернуть это все. Не люблю, когда такие эти происходят. Прямо в плане ошибок странных, непонятных, ненужных и совершенно неясных, так сказать. Ладно, так. В любом случае мы с вами настроили датабейс, да, то есть она работает. Тут и это стандартное позиционирование, когда подключаетесь к любой базе данных. MySQL и эта база данных, они все будут работать, но здесь настраиваться одинаково. Из-за чего мне сегодня вообще хотелось так-то поработать, и с чем именно мне хотелось сегодня поработать, была была тьма, но в любом случае это загрузка изображений напрямую на сервер. Но это на самом деле очень классная штука, потому что у нас же там много изображений, которые надо добавлять, да, и нам надо сделать непосредственно добавление этих изображений. Начинаем мы с вами с чего? Давайте, ну, далеко не будем ходить. Во-первых, в нашей, получается, в папке travel, да, где у нас travel, где у нас идет каталог, travel, создайте пустую папку media. Она так и называется, вот так вот, media, папка, это папка, в которую будут загружаться наши картинки. В принципе, там можно делать папку под папки, еще куда, но основная папка для загрузок – это media, которые добавляются прямо на сервер, в сервер прямо загрузка идет. Вы пока посмотрите, Лидия, потом все снесите еще раз. Перезгрузите ком, снесите, удалите все файлы, которые могут встретиться, добавьте, установите, потом установите, с этим, не забудьте установить прожок на переменные среды и перезагрузиться. Какой-то такой примерный порядок. Создали, да? Ну и дальше переходим, в принципе, в модели. По моделям здесь, чтобы создать модель, а саму основную, здесь надо посмотреть на то, что вообще нам требуется сделать. Во-первых, это картинка, image, да, это название, title. Во-вторых, это дата, во-вторых, это автор и сам текст. Поэтому здесь, в принципе, ничего такого нету. Мы создаем просто, ну вот, допустим, класс популяр, да, в моделс я делаю title, там минимальный 150, автор 150. И самое интересное, это у нас с вами что? Ну, дата – это понятно, текст – понятно, а вот у нас image. Image мы с вами используем в специальное поле image file и upload to – это обозначает, куда именно будет загружаться данная картинка. То есть автоматически при загрузке картинки в нашей папке media появится, да, там папка image, и в эту папку image будет загружена картинка. Она уже работает, то есть там уже все равно, рабочий уже механизм. То есть я просто обозначил название, title, автор, да, дата, текст и картинка. То есть все поля, которые нам были нужны, вот они они, верхние поля, тексты, мы еще все мы обозвали. То есть модели – это по факту просто название полей того, что должно загружаться в ваш сайт. Все, тоже все, скажем так, не очень сложно. Отлично, хорошо. Все, здесь все, здесь просто модель, да, которую вы создаете, и в принципе все. Что еще надо сделать? Каталог, нет, travel urls, главный url, который есть. Нам нужен он. Нам надо здесь, у нас было добавление непосредственно, так это, сейчас бы не запутаться. Travel, travel urls, да, главный urls, который. Здесь надо после статика добавить еще один статик, только это на отображение статических, а это на загрузку статических файлов. То есть это отображение – это загрузка. Это 41-ю, 42-ю строку добавить можно? Да. Хорошо, теперь что надо сделать? Теперь давайте перейдем с вами в admin.py, ну и просто подключим быстрый вывод, без каких-либо редактирований, просто быстрый вывод модели. Хорошо, теперь для того, чтобы у вас все работало, вам надо запустить несколько команд. Первая команда – это установка пилов, которая помогает работать с загрузкой изображений, по очереди запускать вот эту загрузку опять пилов. И вторая – это просто скрит-супер-юзер, юзер для непосредственно вашей админки. Мы это уже делали, мы это уже запускали с вами. Первая – это просто загрузка, вторая – это создание этого вашего. Так, у меня сейчас там что-то неправильно будет написано. Крит-супер-юзер, создали супер-юзера, и после этого загрузили run-сервер. Мне что-то крит-супер-юзер не хочет, ошибку я отправил. Спасибо. 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 На ОРЛС, что ли, ругается? А что? На ОРЛС. Может быть, да. Что там вам? Так. Вы вот эту строчку полностью правильно переписали? Сейчас проверю. Держи. Держи. Здесь все хорошо, да. Здесь все правильно. А, я поняла, чем у меня не нравится. Нашел ошибку, я легти на у меня в конце строки после их было, поставлено. А теперь что, пароли вводим, да? Да. Да. Ну, сами каком он надо вводить. Да что ж такое-то, что теперь не так. Так. Но модуль, name и travel, как это, но модуль. Что сможет только сошли? Скажите мне на милость. Импорт хомпейдж, я удалила его. О, отец тоже надо удалить, понятно. Отлично. Если все заработало, то теперь что делаем? Приходите в админку, это нам все работает, все отлично. У вас популярность тогда появилась, и при добавлении популяра... Текст, кстати, надо сделать нормальный текст. Там есть... А как его теперь? Ладно. А, кстати, попробовать... Само собой что-то разговариваю, да? Поле хочу сделать большое для текста. Чуть маленькое я создала через чар, надо было через текст сделать его. Ну ладно, ничего страшного. Посмотрим сейчас. Вот видите, дата. Ну, самое интересное здесь, это выберите файл. Выбираете файл, любой, сейв. Два объекта вот у вас создалось. И переходите на свой сервер. И на сервере вот здесь у вас будет, ну, в медиа открываете, мейдж и две картины. Ну, у меня одна-две картинки, у вас одна картинка, по крайней мере, будет. Алифтина, еще раз повторить, на админке что надо сделать? Просто создать любой популяр, какой хотите. Эдуард, ну, просто нажать ADD, создать что-нибудь, сохранить, посмотреть на загрузку, как это загрузилось, не загрузилось, работает, не работает. А выбрать файл? А что туда любую картинку положить? Абсолютно любую картинку. Блин, у меня нет ни одной картинки на компе. Я скачаю что-нибудь. Сайт скачайте, который я вам давал. Уж там все изображения есть. Точно. Сохранить все, посмотреть загрузку, чтобы он на сервере просто отобразился. Дождь идет вообще целый день, не прекращая ужас какой-то. Часов шести, время с девять, даже не закончился ни на секунду. Назву как будто. О, Лидия, нам тоже обещают снег, и это просто страх. Страх, страх. Когда пытаетесь в админку перейти, такую ошибку выдает, Оля, где? Путь, путь что ли удалили у себя. Ну, админка там вообще по умолчанию установлена, у паттернс, джанго, вот это вот все есть, точно ничего не удалили. Это уже сто процентов не может быть, это по умолчанию вообще все загружено. Вообще любые венки нехит. Какие хотите. Просто посмотрите загрузку. Важно просто посмотреть загрузку, работает она или не работает. Так, не существует, как не существует. Что такое? Что такое? Продолжение следует... 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 Модель добавили, сделали миграцию. Модель добавили, сделали миграцию. Но у Юрия другая ошибка. У Юрия слетела админка. А у вас проблема по ходу с тем, что вы не сделали миграцию. Поэтому она не видит ее. Для админки-то поля создались, а для непосредственно баз данных поля не создались. Пожалуй, у меня... Что с ним дядень такой? У кого с ним, у кого тоже, да? А вот у Юрия. В чем проблема у Юрия? Юрий, вы мне скажите, пожалуйста, Travel Url Spy, вот это вот все создано? Здесь никакой ошибочки нету? Сам сайт открывается? Не открывается админка? Не открывается админка? Где-то слетели пути к админке. Вот эта часть и вот здесь вот точно ли все правильно написано. Админ сайт регистр, популяр, да, модель популяр, админка и так далее. А здесь у нас должно быть написано Patterns, патч, админ, админ сайт, урус. Все так. Могло еще слететь сеттинг где-то. Ну, вряд ли. Это еще как он может слететь. Давайте на всякий случай. Мало ли. У меня уже такое ощущение, что может быть все что угодно. Конечно, получится после миграции. Еще оба. Миграции важная часть. Работа. Ну-ка попробуйте заменить валик. Вот эти вот еще. Может пути где-то сбились. Да, это ладно. Просто день какой-то прям честно тяжелый. Как-то он идет прям натягом. Еле-еле. Все правильно, все хорошо. Проверьте. Теперь все сохраняет. Да, тут дело не в терпении. Просто я сама. Я на выйти нажала. Зачем работать? После того, что работа не идет. Даже сама на выйти нажимается. Шучу, конечно. Дело не в терпении. Дело в том, что просто сама переживая за то, что вы все немедленно, ну, медленно работаете за счет того, что ничего не получается. Ошибы куча. Вот. Лишь бы у вас все хорошо было. Так-то. И ошибки для меня, честно, незнакомы. Это тоже прям я начинаю очень сильно волноваться, потому что эти ошибки, их почти не найдешь. В интернете их почти нет. Ну, значит, вам потом легче будет работать, в конце концов. Если у вас в будущем такая ошибка возникнет, вы будете знать, как ее решить. Ну, тоже хорошо. Ребят, посмотреть название, ой, картинку, загрузилась она или не загрузилась, это надо перейти в Image, вот в папку Media Image, и здесь должна быть ваша картинка. Если она загрузилась, значит, все хорошо, она у вас работает все. Вот у вас конкретно все работает. А у Юрия? Попробовал ввести вот эти данные, которые тебе скинуло, перезаписать? Это сеттинг, если что. Значит, все работает, Эдуард. Да. Так, Татьяна, есть. Еще раз. Переполнение стэка может быть еще. Погоди. А нет, правильно делаешь. Тревел админ, я думаю, что там другая есть переменная. Припасается. Так. Да нет, тоже все нормально. Да, папка Image должна находиться в папке Media. А кто поставил класс, у кого такая же ошибка, не понял? А у тебя как? Евгений тоже не работает админка? Вы же мне сказали, что все работает. Да. В медиа Images и в Images у вас лежит этот. У вас не сохранилось. Папка Images не сохранилась. Ну, работает, ладно. По идее, она в медиа должна была сохраниться. Вы где-то пути у меня неправильно. Вы вот эти пути точно все правильно прописали? Это раз. Вот эти вот медиа, медиа, загрузка. Но это, в принципе, ошибка не будет. Просто... Ну, в принципе... Модель. Вот здесь вот должно быть Image. Это Image будет туда попадать. Здесь вот правильно отработка. Ну, ладно, это не ошибка. Это работает, она все равно загружает. Ошибка не будет. Чего не писали? Ребятки, я вам показывал, а... Или сайтинг я вам показывал в самом начале, говорила, что надо написать, сохранить. Ладно, эта ошибка не будет, ничего страшного. Как таково, эта ошибка все равно не будет. Аликсинь, вот, смотрите, мы тут, Дмитрий, обсуждаем, где папочка должна лежать. Вот мы медиа создали папку. Если вот эти строчки вы не писали, Media URL и Media Root, если вы их не прописывали, то у вас создалось все правильно. У вас просто создалась папка Image, в которой сохраняются файлы. То есть все равно все работает. Если 130 и 131 строчка прописана, то папочка Image сохранялась бы именно в Media. Надо сейчас прописать или оставить? Да, оставляйте. Зачем мы так при открытии так... Какой-то файл слетел, походу. Какой? Что у меня сегодня? Вообще, очень какой-то странный. Зачем сохранение файла вы сделали, у вас все работает. Дальше такой же вывод, как и обычно, делается через Vee, сурендер и так далее. Тоже не только в ошибке. Да, она и тогда правильно сохраняла. Это не будет являться как таково ошибкой, потому что оно и так все работает. Где у вас ошибка, может быть? Ну, скажите, пожалуйста. Юрий, вот прям даже... Попробуйте заменить весь Travel URLs, именно Travel URLs, который вот здесь отлежит, главный URLs, который где папка Settings. Полностью его поменять. У вас где-то слетел именно путь к админу. Тут другое ошибки. Как бы даже интернет мне ничего не выдает по поводу этой ошибки, кроме как пути непрописанного. Сайт открывается, а именно путь к админке почему-то полетел. А почему такой путь странный? Я сейчас вопрос смотрю. D, курс, Python 226, модуль, Python, Django, Travel, админ не существует. Вообще откуда такой путь-то взялся? Travel админ. Даже путь такой, откуда мог вырисовываться-то. Travel URLs, он жалуется прям на главный URL. Скорее всего, да, где-то в статике, либо где-то там ошибка. Ну-ка, посмотри еще раз, поставь. Я же говорю, где-то там ошибка, что другой путь даже не может. Все, где-то что-то писал, либо запятую где-то не поставил, либо что-то такое не закрыл. И поэтому он тебе выдавал ошибку. Поэтому не работало. Ребята, сегодня у нас с вами получился очень тяжелый день. Главное, справились, установили, кроме Лидии. Лидия еще не работает пока что. Лидия, вы мне, как и в прошлый раз, помните, мы с вами Python устанавливали. Вы мне сейчас пробуйте заново все снести, все поставить. Если оно не работает, то мы с вами на выходных еще раз созвонимся, как тогда, через этот, через, как она называется-то, через Анидеск. И я вам еще раз попробую вручную это все само настроить. Хорошо? Как мы с вами в прошлый раз делали с Django. Вот. У остальных все работает. Поставьте, у меня все плюсики, что у всех все остальных работает, пожалуйста. Запомните механизмы того, как правильно это ставится, как правильно это загружается, как устанавливается непосредственно сам постер SQL. Да, надо даже что запоминать. Я вроде тут чуть-чуть писала маленькую инструкцию, так сказать, да, то есть, что должно быть? Скачивается. Давайте вот прям вот так, да, буду писать. Не забываем поставить планжок на переменные среды. Создаем BD. Самое главное помнить, что если вы других пользователей не создавали, то все эти BD-шки создаются под крит Tape Travel, то есть, именно под тем админом, который вы создали вот здесь. Миграции не сделали. Вот. Далее. Да, и дальше, дальше, давайте заходим, куда мы с вами заходим, дайте вам инструкцию сейчас напишу, я отпущу вас, чтобы вы потом не путались, чтобы все работало сто процентов. Так, смотрите, дальше что происходит, мы с вами заходим в сайтинг, да, и меняем, получается, датабейс. Да, датабейс. 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 Думаю, тут так понятно, в принципе. После этого, в принципе, что происходит? После этого делается установка она называется как адаптера, адаптера к базе, чтобы просто, чтобы загрузить непосредственно эту базу, то есть pip install binaria, да, потом что делаем миграции. Если все хорошо, все, пилов, это уже для загрузки этого картинок. Хорошо. То есть вот эта конструкция конкретно для непосредственно постер из кейляра, даже не так, я скопила, сейчас скачаем базу. Скачаем базу, это внутренний сервер, который уже целиком и полностью установленный сервер. Там вам Михаил тогда говорил то, что можно установить все вручную, можно, это надо отдельно ставить Apache, отдельно надо ставить базу данных и так далее. Если вы захотите сами так поиграться, вполне можете попробовать это сделать. Я не стала делать это на уроке за счет того, что сегодня так было безумно много ошибок, а если мы это устанавливали были вручную, это даже одной бы пары не хватило. Ну, с учетом того, что у нас людей, да, по крайней мере там 5 человек, которые сидят, поэтому для нас это на паре будет немножечко сложно. Так, спасибо, что сегодня хоть справились. Вот, поэтому, если захотите, я могу скинуть там установщик, и то, они ставятся чаще всего под Linux, не под, в принципе, не под Windows, потому что под Windows это прям готовый установщик, который мы скачивали. поэтому, если вы захотите поэкспериментировать, сами это поставить, то это, пожалуйста, качайте любую виртуалку, любую, на эту виртуалку устанавливайте там Ubuntu, когда там, и под на этого Ubuntu уже через виртуалку пробуйте развернуть этот сервер, потому что под Windows немножечко все сложнее идет, ну, сама по себе установка под Windows, она очень сильно отличается, да, от Linux, поэтому это через виртуалку можно попробовать сделать, как раз тем самым вы ничего не попортите, так сказать. Вот, в остальном просто качайте базу, устанавливайте ее правильно, правильно логин, пароль, правильно этот, да, дальше создаете BD Credible Travel, это BD у вас попадает под того пользователя, который вы создали. Я сейчас посмотрю, скину инструкцию, которая документация по стресс-хейле идет. Вот, дальше заходим в Settings, да, и меняем Database, потом, что устанавливаем адаптер, перед тем, как делать миграции, мы сначала должны установить адаптер, который делает между, получается, внедряет постер SQL в Python, он его внедрил, и после этого мы делаем миграцию. Если ошибок нет, он вам в конце после миграции сделает нам migrate.org, и все работает. Значит, все сделано без ошибок, дальше можно приступать делать модели. Понятно все по инструкции, все хорошо. Сохраните себе ее куда-нибудь, чтобы у вас она была перед глазками на будущее. Мало ли, комп снесете, еще что-то сделайте, да, другая машина будет, чтобы это у вас была всегда как подсказка.